Здравствуйте, мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Безуглая совершила чудовищную ошибку. Она где-то наклюкалась. И в какой-то соцсети она сдуру пообещала, что вот тому, кто на ней женится, она устроит личную встречу с Зеленским. Он сможет стрельнуть у него сигаретку. Стрельнуть у Зеленского сигаретку. И тут произошло то, что часто происходит в жизни. Люди вот одни слова слышат, а других не слышат. Вот слово сигаретка почему-то то ли плохо было сказано, то ли народ что-то недопонял. И шквал звонков! Она не понимает, что случилось. То есть вот она же так мечтала быть любимой и востребованной широкими массами украинских избирателей, а тем более вот кем-то лично, чтобы ее публично удовлетворили ее желания. И она не понимает, почему. Во-первых, почему позвонила столько женщин. Ну, тут, честно говоря, от количества женщин даже Кива от удивления перевернулся в гробу и голосом Наташи Влащенко сказал «Э, неожиданно!» и вопросы. Очень странные вопросы. Ну, то есть, говорит, «А сколько раз можно?» Она говорит, стрельнуть сигаретку сколько раз, ну, 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 сколько вы выкурите? И вопросы вот все более и более настораживающие. Например, люди говорят, а какие пути отхода? Вот какие пути отхода будут? Нет, говорит, никаких путей отхода! Какие могут быть пути отхода? ЗАГС, Кольца, Марш Мендельсона и все! А люди продолжают задавать вопросы. Шквал звонков не останавливается. Она думает, господи, я же не могла подумать, что предложение стрельнуть у Зеленского сигаретку и вдруг вот такое предложение и такой ажиотаж. И главное, люди звонят каких-то, каких-то вообще совершенно непонятных профессий, потому что хрен по них. Поймешь, что они хотят и вообще откуда они берутся? Например, звонят, вот люди спрашивают, ну, а железо свое? Она сначала думает, наверное, программист. Ну, у программистов же, знаете, когда у них там софт железа, она говорит, а зачем? Ну, мы же там, что, говорит, в принципе, говорит, так, недолго, вы же программу не успеете написать. Он говорит, я, говорит, все, что мне надо, я, говорит, все успею. И у нее тут же какие-то, знаете, смутные сомнения. Вот смутные сомнения и чувство, что что-то происходит не то, потому что человек говорит, как программист, ну, по поводу железа, там, свое, не свое, а вот эти уточнения, они уже какие-то просто пугающие, они какие-то совершенно, совершенно обескураживающие. Говорит, а вот как там, допустим, поправки на ветер? Она говорит, боже, какой ветер? Неужели я так отстала от современного программирования? То есть, неужели в программировании уже поправки на ветер играют значения? Господи, что же происходит? Надо загуглить! И у нее глубочайшее чувство непонимания, даже какого-то внутреннего неудовлетворения и жесткого разочарования, ну, почти как у избирателя Зеленского, которые в 19-м году с дуру, косяком пошли на избирательные участки проголосовали, а теперь у них такие же смешанные чувства, потому что они-то ожидали одного, что Вова берет два вот таких вот автомата, выходит, и вот это по парламенту, по врагам, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. И все, из сигареток стрелять уже не у кого. А в реальной жизни, а в реальной жизни оказалось, что не герой, а геморрой. А вот эти, знаете, идиотские вопросы, которые ей задают по поводу, а КАМАЗ с собой брать? То есть, можно на КАМАЗе? Она вообще не понимает, о чем речь. Она же уже забыла, да, что Зеленский подавал в суд на режиссера ролика, который снял, помните, предвыборный, да, где его сбивают на КАМАЗе. Вот. Люди начинают задавать вопросы. А можно я там с Марусей Зверобой приду? Ну, вот я ее возьму. Она говорит, что говорит, свидетелем? Тебе говорят, нет, почему? Ну, помощницей. Она говорит, зачем? Ты говорит, нет, ну как зачем? И понимаете, и вот у Безуглой в голове просто складывается какая-то картина того, что она не на своем месте. И у нас такая же картина складывается, что она, зараза, не на своем месте, и она не одна там, не на своем месте. Там Коля Тищенко, не на своем месте, там Стефанчук не на своем месте, Корниенко не на своем месте, там Ермак не на своем месте, там Шурма, там Татаров, там все, как и Марьяна Безуглая, абсолютно безумно не на своем месте. И главный, кто не на своем месте, это стрелок, который расстреливал парламент в кино, а в реальной жизни оказалось, что просто ничего не умеет делать. Оказывается, что как руководитель, как дипломат, как стратег, я не умею мыслить стратегически, а каждый из вас президент. Поэтому, простите, ощущение, что не на своем месте у меня уже по отношению ко всем. Вот начиная с курсов в Трусковце и сегодняшним днем, они там все не на своем месте. И все, что они метут, это все бред, это все глупость, которую нужно заканчивать выборами. Друзья мои, на сегодняшний момент единственный способ, это провести выборы и поменять спокойным демократическим путем состав власти в Украине. Потому что нужно ввести какие-то политические силы, которые будут между собой конкурировать. Конкурировать за нас с вами. Потому что только в конкуренции рождается адекватное управление страной. Потому что монобольшинство это безумие без углой. Потому что вот эта шутка насчет стрельнутой сигаретки и ажиотажа вокруг этого. Потому что людям уже действительно все это надоело. Потому что они реально охренели. И я уже об этом говорил, что весьма вероятно, что наши союзники, которые сейчас играют определяющую роль в способности Украины сражаться на поле боя, вполне возможно поддержат эту мысль солидарно. Особенно после того, как закончится срок пребывания Зеленского власти, закончится пятилетний президентский срок. И они, может быть, не так радикально, как без углая сигаретку. Но они выставят требования жесткие, потому что легитимность украинской власти была подтверждена на выборах. Чтобы по истечении президентского срока прошли выборы. Причем выборы могут пройти и должны пройти. Выборы парламента. То есть нельзя до бесконечности затягивать ситуацию монобольшинства. Потому что безумие без углой, и все вот эти хихоньки-хахоньки, они уже сидят вот здесь. Поэтому я уверен, что мы с вами сделаем все для того, чтобы убедить наших друзей, соседей и знакомых о том, что Зеленскому не положен его никакой рейтинг. И то, что до сих пор есть часть людей, которые говорят, что дайте ему еще сто дней, вот пусть он еще поправит. Зеленский – это беда. И это беда, которая должна закончиться честными, демократическими выборами. А разговоры о том, что их невозможно провести, опровергаются реальной жизнью. Выборы прекрасно проводились и проводятся в воюющем Израиле. Я уже говорил, что в Южной Корее когда-то выборы провели просто во время войны, когда прилетали бомбы, снаряды, ракеты, шли бои и прошли выборы. Потому что только на выборах можно демократическим путем поменять управленцев страны, которые не справляются со своей задачей. И тогда у нас исчезнут поводы шутить насчет глупых шуток без углой и всего вот этого состава, которые уже достали Украину, до белого коленя довели своей бездарностью, своей глупостью и своим клоунским фиглярничанием. Вас я попрошу написать, что вы думаете по этому поводу в комментариях, подписаться на мой канал, распространять в соцсетях. А победа благодаря нашей армии и нашим союзникам обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошевеет. Продолжение следует...